МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, толерадую компанию Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядзите у гэтым выпуску. Прайоритетная задача – попередить трагедию. Сегодня у Гомеля прошел семинар по организации работы субъектов профилактики. Прыгожие города и вёске – агульными силами. В регионе стартовал месячник по доброупарадкованне и навяденне парадку на земле. Праца шукает человека. Мини-кермаш вакансии сёння собрал каля 500 суискальников. А зараза б гэтым и иншим – больш подрабязна. Выконание доручения у президента и работа со зворотами грамадян. Подрыхтовка до послания и до важных политичных кампании. Гэтые темы сёння стали основными на сустрече Александра Лукашенко с керонником администрации президента Натальей Качановой. Головный акцент на разгляде пытанев из ворота у беларусов у приватности тих, что поступили напереда дни великой размовы с президентом. Таких каля трех тысяч. Пропустить, нельга, не один запыт. Зрешты широкая громадская увага у наиближайшие годы будет прикована и до политичных кампаний. Напереде серьёзный перейд подрыхтовки до выборов. Два года не должны страну ввергнуть в какие-то потрясения. Давайте сделаем так, чтобы люди не заметили проблем в эти два года, а чтобы это праздником были эти выборы, одни и вторые. Мы это умеем делать, и это надо сделать, чтобы нас потом тоже не упрекали. Но к этому надо подготовиться. В ЦИКе всего ничего человек, поэтому это ляжет на плечи власти, а здесь наверху администрации президента. Правительство на эти вопросы отвлекать ни в коем случае нельзя, пусть занимается экономикой. Это главное. Не надо это скрывать. Мы должны готовиться к выборам и президентским, и парламентским. Ясше одна наиближайшая важная подея – послание президента народу и парламенту. Сегодня у Палацы Незалежности обмерковали под рыхтоку до этого традиционного свороту керавника державы. Сегодня в Гомеле прошел республиканский семинар по попередживанию порушений, которые могут привести до гибели людей. Ягумета обагульни теснуюча в Беларуси опыты выпрацывать наибольшие эффективные формы работы с насельництвом. Олег Сентяроу потекавился под обязанностями. Местом проведения семинара в Гомельской области стала не выпадкова. За прошлые 8 годов количество пожаров в приватном секторе. Тут снизилось всего двое, а людей, которые на них загинули в три раза, значительно меньше стало выпадков, когда у сгорания отбывались по причине дезячих освобольств, тени осторожных обыходов с огнем сбоку дорослых. Такая ситуация означается не во всех регионах, и это подстава не просто для анализов ситуации, а и для выпрацовки больше действенных профилактических мер. За прошлый год у нас количество пожаров увеличилось на 15%, и количество пострадавших, то же самое, пошло увеличение, в том числе и гибели людей на пожарах на 4,5%. Ну, понимаете, за этими процентами ведь жизни людей стоят. Поэтому это очень важно. Не много, не мало, а 517 человек в прошлом году погибло от этих причин пожаров. Поэтому было принято решение, чтобы провести вот такую форму семинар, собрать всех заинтересованных. В опыту работы Гоменской области подчас семинару особливая увага. По кожным, а значимым фактам, які погражаю здоровью людей, тут проводится деталевый анализ проведенной профилактичной работы у темлику с выездом у районы, далей оценка роли усих субъектов профилактики и проведение областной нарады у режиме видеоконференции. До становчика в опыту региона относится так само работа наглядальных комиссий, это в уголе, но у хау нашей области, у першиню, створенная крыху больше 8 лет тому, и они допомагают оперативно выражать целый комплекс проблем. Сегодня у Гоменской области денячусь больше 340 наглядальных комиссий. У их складе представники местовых органов улады, внутренних справ, воротовальники, медики, энергетики, газовики, работники социальной службы, установы докации. Такое представительство позволяет выражать проблемы, которые выявляются оперативно и головно эффективно. У зоны пешечарковой уваги наглядальных комиссий состарелые и одинокие люди, инвалиды, шмотедетные семьи и семьи, которые находятся в социально-небеспечном становище. Причем головная задача не покарать, а ликвидовать исчезнущие недохопы. Утымлику с протягнением бюджетных сродков. Таким чином некому допомогли одрамотовать печку, некому провести ремонт дома. Выдаются поручения ответственным. Ну, соцзащита, это, как правило, установка оказания адресной помощи, либо помощь в ремонте отопительной печи. В последнее время мы оказывали гражданам на приобретение газового оборудования. Сирот огученных пропанов, больше активная работа с молодью. У первую чергу размолы и деп. Деяности, створенных при подразделениях МНС Центра Беспеки. При этом у деньки семинара не выключаются максимумы с повеличением их колькости. Основу беспечных поводинов необходимо закладать с детинства. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадо «Компания Гомель». Месячник подобра упорадкования населенных пунктов и наводень непорадку на земли стартовал у Гомельской области. С приходом весны треба обновить дворы и улицы, скверы и парки, место для отпочинку и прибережные зоны. Под час месячника плануется очистить территорию и отметься. При необходимости обновить и оформить огороджи, малые архитектурные формы. Почнутся и работы по озеленению. По традиции, до доброго упорадкования будут притягнуты представники предприемства и организации, прационные коллективы, школьники и студенты. Мясцовые улады запрашают жихароу городов и вёсок долучиться до этой працы. По распроджении старшиней гомельского облаканкам у Владимира Дворника створены пять областных рабочих межведомостных групп по организации доброго упорадкования и наведения парадку. Весновая прационная акция будет продолжиться до 11-го красавика. Протягиваем выпуск. Знайсти працу худко. В Гомеле сегодня прошел мини-кермаш вакансий. На сустрече рассказали об вакантных местах и умовах працы. Суискальниками и представниками предприемства у Пагутары Ламары Наджалая. Мини-кермаши вакансий, управление по праце, занятость и социальной обороны Гомельского Гарваканкама проводится нерадейшим раз в квартал. В опошний раз уискальнику сбирали у студене. Тогда пришло некальки сотню человек. У вынику, каля ста гаража, они в забаве приступили до своих обовязков на новых працевных местах. На этот раз, цікавясь, до кермашу вакансий проявила каля пау тысячи человек. На сустречу с ними пришли представники восьми гомельских предприемств. У их лику Локан, Йорогандль, Гомельский объединенный будавничий трест. Вакансии пропоновали як выключно мужчинские альбо жанучшие, так и огульные для усіх. Многие посады не потребовали отповедной квалификации. Вучиться можно одразу на вытворчасти. Середняя заработная плата вагалася от 450 рублю до 2000. Так Гомельмаш пропоновал свыше 40 вакансий, некоторые вельми редкие. У целом же холдинг, на яким працює больше 14 тысяч человек, на тякушку кадров не скардицца. Острые нехватки рабочих кадров мы не испытываем. Нам необходимы только те профессии, которые не готовят в настоящее время учебное заведение города Гомель и Гомельской области. К таким профессиям мы относим термист, кудештамповщик, протяжчик, наладчик хладоштампового оборудования, наладчик кудешно-прессового оборудования. Те специальности, которые нам необходимы, они штучные. Один-два человека есть вакансии. Мы заполняем их за счет, с надеждой пришли заполнить за счет сегодняшней встречи с безработными. А также мы набираем небольшое количество рабочих кадров, повторяю, рабочих кадров, которые на базе наших учебных центров будут обучаться без соответствующей квалификации. Мы им сами присылаем эту квалификацию. На имени кирмаш вакансии пришло больше мужчин, чем женщин. Вельми молодых было не шмат. У основным соискальники стал их взрослый от 45 до 50 годов. Многие у якости беспрационных зарегистровались литерально на днях. Они которые прошли тут перенавучение и шукают в працу по новой специальности. Отучился здесь на бирже труда. Дали удостоверение. Третий разряд присвоили. Слезаря сантехника. Сейчас подыскиваю работу. Подходил Гомель-Древ, так как я станочник деревообработающих станков. Ответ позитивный. Подъезжайте. Пойдете, посмотрите производство. Покажете работу. Тем более удостоверение есть. Зарплата стабильная. Пообещали 500 рублей. И не менее. А там зависит уже сдельно-премиально. Также подходил к Евроторгу. Насчет грузчика. На всякий случай. Тоже пообещали, что возьмут. Здоровье нормальное позволяет, работа позволяет. Ну, подходите, вопрос решаем. То есть ответ позитивный. С початку года управления по праце, занятости и социальной обороны Гомельского Гарвыконкама працеулатковала свыше пау тысячи человек. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадиокомпания Гомель. Летось у формирования областного бюджета удельничали 19 тысяч юридичных особ. Основные уклады несли пять предприемствов. Это Мазырский НПЗ, Гомель Энерго, Беларусь Нафта, Гомель Транснафта, Дружба и Гомель Аблгаз. А в важных изменениях у податковым кодексе, якие отыщатся деянности предприемствов, разважали сегодня подчас брифингу зуделом керауництва. Инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области. Большость изменений, адлюстрованных у новой редакции податкового кодекса, накераванная на спрашенне ведение предприемственной деянности и снижение податковой нагрузки. Наприклад, отменено десятиразовое повеличение ставок по податках за неэффективное выкористание майомости. Ставка земельного податку на участке, где размещены автомобильные заправочные и газонаполняльные станции, изменено с 3 до 2%. Так само отбылось и снижение ставок акцизов на бензин и дызельное палево больше, как на 20%. А кроме того, новой редакции знайшли место изменений, накераванное на повышение инвестиционной привабности Беларуси. Субъекты предпринимательской деятельности, которые возводят объекты недвижимости, раньше до 2019 года имели право на льготу в течение первого года, когда они возвели объект на недвижимость. Теперь этот период расширен до 5 лет с применением коэффициента от 0,2 до 0,8. А также на этих субъектах предпринимательской деятельности, которые в 2019 медали будут вводить объекты недвижимости, не распространяется решение местных советов депутатов об увеличении ставки налога на недвижимость и налога на землю до коэффициента 2-2,5. И таким образом, при вложениях в 1 миллион белорусских рублей за 5 лет компенсационные выплаты, вот эти льготные выплаты составят более 12%, что позволит субъектам хозяйства направить свои денежные средства на расширение своей производственной состоятельности и дальше инвестировать в Республику Беларусь. У субботу 16-го Саковика начальник управления Департамента выканания покаранья у Министерства внутренних справ по Гомельской области Сергей Ермолицкий проведет правую линию. И он готовый отказать на питание, якие отыщатся парадку и умов отбывания покаранья у выглядяя позбавления воли, обмежевания воли с накированием в управленчую установу открытого типу, а также находжение у лечебно-працованным профилакторией. Про моя линия будет працевать с 9 до 12 и 1 по номеру телефона у Гомелли 30 25 03. Кавуны ягося брым. Пилотную инициативу сёння презентовали у Гомельским областным эколого-биологичным центры «Дятей и молоди». Тут отбывся семинар по организации эксперименту сортового учения Кавуна, який пройдя у сельских школах и центрах додатковой эдукации. Наши корреспонденты доведались об умовах у делу у эксперименте, а так само, чем айчинные кавуны, лепшая за импортные. Белорусские кавуны больше солодкие, чем замежные. Так подчас семинара высказались эксперты. Еще одна первая айчинных доспевают и они в натуральных умовах. Импортные частей за все сбирают зелеными и до потребной спелости они доходят по дороге в Беларусь. Немаловажно и то, что наши кавуны псуются прикладно за месяц, что свечить об их натуральности. А привозные могут заховывать свои смаковые якости у четыре раза до уже. Это не вельми добра. Сорванный недозрелый арбуз, он недозреет. Это уже установлено. Поэтому они где-то сахара содержат около восьми, семь-восемь, наши где-то около девяти. Вот и наши более экологически чистые арбузы, потому что наши хранятся где-то около месяца. А импортные, которые завозят, там обработаны различными химическими препаратами. Мы по крыху привыкаем до того, что некоторые фрукты и ягоды начинают выросшивать у наших широтах. Але изменение климату даем ахчымась спочатку проводить сельско-господарчие эксперименты, а потом проступать до выросшивания экзотики на наших землях. Инициативы у микропроекции подхопливают установы адукации. Так у одной из сельских школ Брагинского района гадают кроликов, працуют у тяплицах. А зараз вы решили займаться экспериментальным выросшиванием кавунов. Наша школа решила поддержать инициативу по выращиванию арбузов. Надо сказать, что занятие это не новое, но требует определенных агротехнических знаний. И тоже, если не школа, если не учителя, если не дети, займутся этим вопросом. Поэтому мы активно пытаемся этим заняться. По часу встречи у дельники доведались о перспективах выросшивания кавуна на Пудні Беларуси. Представники команд у дельниц шести районов Гумельской области отримали все необходимое для запуску кавунового эксперименту. На протягу полгода, поколь будет продолжиться инициатива, да и я смогут долучиться у всех, кто пожадает попробовать свои силы в конкурсе фоторепортажа, артикула, видеоролика и малюнка на тему, как мы вырастили кавун. Завершением инициативы станет свято. День кавуна и его сябров, который отбудется в Жнилне у Лоеве. Марина Джала, Алися Рудянкова, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гумель». ГТ, а так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте у интернету по адресу www.tvrgumel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Оперативники управления по наркоконтролю нашли у гумельского дилера почти 11 килограммов марихуаны. Мужчина не только продавал наркотик, но и сам употреблял. Вышли на него благодаря покупателю, которого задержали еще месяц назад. В ходе обыска сотрудники милиции нашли у него бумажный сверток. Внутри находилось измельченное растительное вещество общей массой более 3,5 граммов. Выяснилось, что задержанный купил наркотик у неизвестного мужчины. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и вышли на наркодилера. Им оказался гумельчанин 1988 года рождения. Оперативники гумельского наркоконтроля посетили задержанного гумельчанина по месту жительства и в его квартире обнаружили картонные коробки, в которых находились сухие листья и стебли. Экспертиза показала, что это марихуана. В результате было изъято 8 коробок общим весом почти 11 килограмм. Материалы проверки в отношении продавца и покупателя наркотических средств переданы в Гомельский городской отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки. Сегодня ночью спасатели Мозырьского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в деревне Большие Зимовичи. По прибытии к месту вызова внутри деревянного дома наблюдалось плотное задымление и открытое горение в комнате. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в горящей комнате обнаружен обгоревший труп хозяина дома 1961 года рождения. Спасатели ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем уничтожено имущество в комнате. Причина происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа. А накануне в Речице около 10 часов вечера во дворе дома по улице Строителя 11 произошло возгорание легкового автомобиля. Очевидцами стали жители соседней многоэтажки, которые и зафиксировали происходящее на видео. Тушили пожар подоспевшие реческие огнеборцы. Судя по видео, чтобы сбить пламя, им понадобилось всего несколько минут. Причины возгорания выясняются. В Рогачеве разыскивается без вести пропавший Дмитрий Алаев. Подросток 2004 года рождения, 13 марта после 15 часов, вышел из школы и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На вид мальчику 15 лет. Рост 155-160 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы русые средней длины. Глаза голубые. Был одет в вязаную черную шапку с надписью эмблемы белого цвета «Хонда». Куртку черного цвета с капюшоном. Светло-серые спортивные брюки. Кроссовки белого цвета с серыми вставками. Особые приметы. Отсутствует фаланга на большом пальце правой руки. При себе имел рюкзак красного цвета. О местонахождении пропавшего можно сообщить по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. Пример опасности на дороге, от которой не застрахован никто. В неприятную ситуацию попал водитель легкового автомобиля, проезжая около деревни Тидов Калинковического района. Видеорегистратор запечатлел, как с проезжавшего во встречное направление лесовоза отлетели фрагменты древесины. Они угодили прямо в лобовое стекло легковушки, которое в этот момент проезжало мимо. К счастью, водитель отделался легким испугом. Лобовое стекло осталось целым. Вывод. Перевозчикам необходимо соблюдать правила перевозки древесины, а остальным участникам движения быть более бдительными и как минимум держать безопасную дистанцию. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Мазыряне разошлись миром с норвежским Брюне. Подопечным Михаила Мартинова предстоит еще две встречи. 16 марта мазыряны ожидают сразу две игры. Они встретятся с командой «Калуш» из Украины и футбольным клубом «Дордой» из Бишкека. Заключительный учебно-тренировочный сбор продлится до 17 марта. Напомню, «Славия» стартует в чемпионате Беларуси 31 марта. Мазыряне сыграют в гостях с «Динамо-Минск». Стал известен состав сборной Беларуси Ю-21 на товарищеский футбольный матч против литовских сверстников, который пройдет 26 марта. Для подготовки к матчу главный тренер команды Михаил Мархель вызвал 23 игрока. В список рулевого попали также Артем Петренко и Валерий Синько, которые выступают за мозырскую славию. Поединок пройдет на стадионе Литовской Федерации Футбола. Начало в 16.00. Гомельчане завоевали 8 медалей на юношеском чемпионате Украины по ушу. Соревнования проходили в украинском городе Бровары. В турнире принимали участие около 200 спортсменов. Беларусь на первенстве представляли 6 гомельчан. По итогам состязаний Тимур Голда и Ника Сазоненко завоевали медали высшей пробы. В копилке у наших спортсменов также 4 серебра и 2 бронзы. Сегодня в Гомеле проходит областной турнир по дзюдо. На нем выступают спортсмены до 23 лет. Борьба идет за путевки на республику. Там спортсмены смогут показать себя и отобраться на первенство Европы. Лидеры областной команды отсутствуют. Они готовятся к Кубкам Европы. Кстати, уже известно, что гомельчанки Ульяна Миненкова и Виктория Новикова будут представлять нашу страну на вторых европейских играх. Мы их увидим на соревнованиях минимум 3 раза. Надеемся, что хотя бы один раз с медалями. Поэтому мы больше рассчитываем не на личные соревнования, а на команду. У нас очень хорошая команда сборная Белоруссии, где собралась средняя сильная команда. Мы можем на любой стороне составить конкуренцию. Поэтому ждем, надеемся и верим. Кстати, завтра в Агрогородке Новая Гута стартует открытый областной турнир по дзюдо «Путь к Олимпу» на призы Сергея Шундикова. Заявлены команды Беларуси, России, Украины и других стран. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».